На государственные жилищные сертификаты в этом году выделят более 12 миллиардов рублей, сообщил судья Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. Говорили о графике выплат и планах по распределению этих сертификатов для военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и тех, кто участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Также одна из основных тем сегодня — строительство новых школ. Медведев назвал выделенную для этого сумму. В этом году мы начинаем масштабную программу строительства новых школ и создания новых школьных мест, которая рассчитана на 10 лет. Я подписал распоряжение о выделении на эти цели с федерального бюджета до 50 миллиардов рублей. В каждом регионе есть старые изношенные школьные здания, которые нуждаются в капитальном ремонте. Есть немало школ, где учатся в три смены, что абсолютно недопустимо. Понятно, что с этой задачей регионам справиться самостоятельно очень сложно. Ровно поэтому мы и пошли на эту новую программу, несмотря на трудности весьма серьезные, которые в настоящий момент есть у бюджета. Тем не менее, будем помогать и считаем эту задачу исключительно важной в масштабах всей страны. И сегодня же глава Кабмина провел совещание по ситуации в российской банковской системе. Итоги обсуждений войдут в новый план действий в экономике на 2016 год. По словам Медведева, банковский сектор России продолжает стабильно работать и развиваться. Особое внимание он обратил на то, что именно финансовая сфера стала одной из первых, кто столкнулся с последствиями экономических санкций против нашей страны. А наиболее пострадавшей стороной при этом, в основном из-за колебаний курса рубля, стали малый и средний бизнес.